МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первая у нас скрестный шаг. Вот, вы встали. Хоккейная стойка, спинка прогнута. Вот, и пошли, работаем. До конца доходим? Да. Внимание, обращайте внимание на спину. Спина прогнута, поясничка прогнута, ручки работают. Так, аккуратно. Руки должны работать, смотрите. Вот, ручки работают. Ни в коем случае локти не ходят вот сюда, к телохону. Это мы сделали как бы упражнение на быстроту для нападающих. Сейчас все то же самое мы выполняем спиной. Вот движение. И не застряйте внимания, смотреть на эти клеточки. На льду их нет. Смотрим вперед, видим соперника. И начинает работать руки, ноги, голова. Ставьте еще, убьетесь. Видите, вот у нас парень приехал с Омского ангарда, молодой. Мальчик 14 лет, способный. Начинает голову поднимает. И делайте замечание. Посмотрел чуть-чуть, вверх-вниз. И старайтесь видеть соперника, прежде всего. Сейчас такие боковые движения. Стоим, вот хоккейная стойка. Все время носочек внизу, пяточка вверху. Вот движение. Поехали, правой ногой. Туда переходим, левая. Ручки, ручки, ручки включаю. Чем будет быстрота рук быстрее, тем ноги быстрее побегут. И опять мягенько это все надо делать. Вот. Сделали. Теперь, ну делаем так, одно лицом, одно спиной, да. Сейчас спиной, но ножка уже заходит у нас за спиной. Вот. За спину уходим. Ехали. Для защитника очень полезно. Сейчас стоим, смотрите. Вот эта ножка, она вдоль линии идет. Вот она подпрыгивает вверх-вниз, вверх-вниз. Здесь хоккейная стойка, здесь на носочке. Движение. Вот. Носочек приходит в середину и уходит обратно. Вот. И так быстро на быстроту. Поехали. Вот. А там уже другая ножка. Да. Да. Хорошо. Теперь с этой стороны левая уходит. И пошли. Сделали, да? Да. И такие ножнички на быстроту. Тучки. Видите, чем быстрее у меня ручки коротко работают, чем ножки быстрее. Если руки взять, загипсовать, все. Ноги работают медленно. Как только включили руки, вот, сразу быстрота пошла. Поехали. Вот такая, как и она, как и разминка, и как развитие быстроты после того, как побегали. Видите, они уже запыхались и стали. Сейчас покажу несколько упражнений для пресса. Еще одно но. Прежде, вот, бывает прыжковая тренировка, да, в тренировочном процессе, и все обычно, спину не укрепляя, начинают прыгать. Что маленькие дети, что юниоры, что уже КХЛ. Разницы нет. Как только с него без разминки и без укрепления спины дадите прыжковое упражнение, некоторые тренеры, тренера дают по 400 прыжков, 500. Представляете, какая идет компрессия на позвоночник. Да. И потом говорят, ой, спина заболела, ой, там еще что-то тянет, поэтому всегда просто не ленитесь. Постелили вот три коврика, возьмите еще по коврику, он там еще коврик. Сейчас я вам пока отдыхаю, я вам приготовлюсь. Сделайте таких просто. Для старшего поколения можно сделать такой суперсетик. Ложите, допустим, вот штанга у вас и станок для гиперэкстензии. Оскар, иди сюда. Уже с 14 лет можно чуть-чуть железом подгружать, но не сильно. Да, но технически можно уже. Так, видите, вот у нас пятка и плечо, одна линия должна быть, вот быть. Вот сюда не заворачивается крестец, иначе будет износ позвоночника. Здесь мы наклоняемся, вот уровень земли ровно. Вот. Руки прямые, пошел. Делаем 15 повторений. Чуть-чуть выше. Да. Делает 15 повторений. Потом идем сюда. Сейчас даже мы немножко усложним. Это вам один нюансчик покажу такой еще. Берете, я даю им обычно вот так две клюшки в руки, да? Иди сюда теперь. Ты продолжай за ним делать. Ложись сюда на живот. И бери вот так, у тебя две клюшки в руках. Заодно кисти и плечи будут работать сразу в одном упражнении. Так, ложимся на живот. И делаем такую традиционную рыбку. Локти, видите, чуть-чуть согнуты. Вот. И мы поднимаемся на ремена. Поехали. 30 повторений. Вот. У вас плечо под нагрузкой пошло. Уже в статике. Полностью все мышцы спины работают. Все укрепляется. Так. Потом он делает здесь 30. И такой суперсетик. По пятеркам ложите. Пошли. Пять. Это одно упражнение. Пять другое. Поменялись. Пять одно. Пять другое. Поменялись. Все. Сделали. Это одно из упражнений. Здесь лежат, допустим, у вас лежат вторая, третья пятерка, грубо говоря. Вот у вас 20 человек команда, пусть даже 25. Одна пятерка делает одно. Вторая пятерка другое. Третья пятерка ложись. Теперь берешь две клюшки в руках и рисуешь. Вот. Чтобы клюшки не коснулись друг друга. 20. Ну, надо 30 крестов делать. Рисуй 20 просто, чтобы люди. Да. И ноги в статическом положении. И все. Спина напряжена. Нет. Я задену. Да. Все. И пошли. И за самый кончик клюшки берете. Кисти работают еще. Вот. И чтобы они не цепляли. И рисуйте вот такие кресты. Опять. Укрепляем. Ключевой пояс. Вот. Ключицу. Сухожилия. Все работает. Спина в напряжении. Так. Ты теперь отдохни. Четвертая пятерка делает. Ложись. Сюда ложись. Не надо тебе это. Пяточки на себя. Назовите это летающий парашютист. И пошли. Грудь как можно выше. Левая, правая, левая. Поехали. Таких 40 повторений. 20 на левую, 20 на правую. Вот. И грудь делаем так. Начинаю делать 10. Брык уже упал туда. Все. Спины нету сразу. Постоянно обратите внимание, что здесь кого-то, что КХЛ. Все время держать. Тогда, значит, мышцы крепкие. Значит, что? Посадка хорошая. Сбить его тяжело. А если он такой, как жираф, спины нету, еще наклонился. Труп. Понятно. Ну, таких 4 упражнения я вам показал. Правильно? Так. Теперь перейдем чуть-чуть на мышцы пресса. Да. Значит, так. Если есть у вас мячи, значит, ставите по пятеркам. Смотрите. Здесь лежит пятерка. И пятерка стоит напротив. Садись вот так, чтобы у фронта поперез верни. Да. Садись напротив меня. Уже 10 человек задействовано сразу. 5 там, 5 здесь. Вот. Пятки желательно, чтобы остались на полу. И даем ему напряжение. Выдох. Пошел. И опять. Это мы делаем лицом друг к другу. Здесь вторая пятерка стоит боком. Вот, допустим, я лицом к вам повернусь. Ты лежи, лежи, лежи. Там же. Да. Стоим боком. Вот у нас косые мышцы включаются. Как при броске. Мы сразу здесь делаем себе же пресс и товарищу. Сразу одновременно. И. Оп. Он ушел. Я принимаю. Раз. Вот. Движение отсюда. Раз. Опять. Оп. И пошли. 30 на левую. 30. Развернулись направо. Потом поменялись. Понятно, да? Что, большие цифры называют? У меня меньше, чем 200-300 нет такого за тренировку. Это правда. Да. Так. Это одно из упражнений. Теперь, Слава. Иди сюда, Леш. Показывай более такое простое. Ложите. Все втроем вот так ложитесь. Да. Можно по пятеркам делать. И лучших по два человека. Знаете, смотрите. Я даю ему мячик. Ножки крестиком. Он завис в воздухе. Все. У него уже напряжение. Отсюда Слава заворачивает. Туда бросок. Хоп. Пошел. Ты следом. Хоп. И пошли. По пятеркам работают. Мячик нужно. Если они делают... Каждый на себя делает 20 повторений. Повторение. И легко. Мяч уже увеличен. Не 15 паунтов. 20. 25. И доходим до 30. Потом в броске. Все это... Даст свой результат. Да. Понятно. Одно из разновидностей. Такое. И такое. Если хотим быстро. И чтобы мышцы быстро приняли нагрузку. Делаем все по 15 секунд. Первое. Легли. Вот. Лежит сразу. Можно 20 человек сразу задействовать. Даже хоть 30. Руки назад. Да. Склепочка такая. Но пятки не касаются пола. Поднимите пятки на 10 сантиметров. Ноги прямые. Да. И мы вот здесь. Вы должны встретиться. Ваши ладони. Встретиться с кроссовками. Здесь нырочек бьешь. И засекаем по 15 секунд. Поехали. Хоп. Фу. Выдох. Поехали. Вот. 15 секунд. Проходит. Да. Стоп. Вторых 15 секунд. Второй свисток. Правая рука. Приходит к левой ноге. Пошел. Да. С поднятия. И меняем. Меняем. И сразу. Правая левая. Поехали. Поехали. Вторых 15 секунд работаем. Сделали. Это 30 секунд прошло. Да. Третьих. 15 секунд. Ноги здесь держим. Прямо. Подняли туловище. То есть. Пресс уже в напряжении. Косые мышцы работают. 45 секунд прошло. Это 15. 15. 15. Да. Сейчас до минуты доводим. Да. И на скорость. Ножки крестиком. Руки за голову. И пошли как можно выше. Фух. Да. И запомните. Если давать детям, они будут просто махать крылышками. Стоп. У детей ошибка. 50 пресса там еще. Тренер говорит. Они так. 50. А ничего не сделали. Вот. Вы пришли. Растянулись. Коснулись. И отсюда скрутились. Обратите внимание вот на эту ошибку. Да. Вот тогда будет цеплять. Понятно. Это один из быстрых. И еще. Правая ножка здесь. Левое колено поставили. Значит что? Ручка здесь. Здесь рукой держимся. Поехали. Да. Хоп. Достаем. Поднимаемся. 30 на одну сторону. 30 на другую. Так. Ну. Вы не напрягайте. Сейчас покажу немножко. Вышка, молодежка, КХЛ. Тоже покажу вам хорошее упражнение. Которое будете применять. Оно очень эффективно. Значит сразу. Вы это двиньте в сторону чуть-чуть. У нас Оскар сделает. Повернись лицом. Сюда. Развернись. Развернись. Так. Ложись на. Как ты лежал. Знаешь. Смотрите. От грифа и до 40 килограмм. Больше вес не надо ставить. Ваша задача. Ровно возьмись. Когда человек делает упражнение. Что вот это вот. Гриф от штанги. Не ходил ни влево, ни вправо. И вертолета не было. Вот это вода. Поднимаем ноги вверх. И начинаем делать задание. Общее набираем 30. Кроссовки 10 сантиметров 20. Не доходит до пола. Вот у вас. Пошли. Мышцы кора. Все. Вот это все бросковое упражнение. 30 раз сделали. Уже чувствуешь здесь. Ага. Уже хорошо. Да. Потом колени опустили. Кроссовочки поставили. И сюда выходим 30. С выдохом вверху. Это все в одном подходе. Начинайте допустим 10, 10, 10. И потом будете увеличивать. Да. Да. И третье. Уже 60 набрали. Третье. Ноги короткими. 10 сантиметров от пола. И короткими пошли. Вот он. Низ задействован. Вот. 90. Вот у вас все проработалось. Одно из таких упражнений. Дальше. Можно еще показать вам пару таких секретов хороших. Которые потом помогут очень хорошо при бросках. При бросках. Вот. Значит. Значит детям. Некоторые будут этот мячик увидеть. Кто-то его первый раз в жизни увидел. Мы сейчас сразу сделаем так, чтобы можно было работать и с мячом, и без мяча. Вот. Значит. Вот. Парню 14 лет недавно исполнил. Молодой перспективный. Упор лежа. Принимай. Туда лицом. Смотрите. Вот здесь стоит он на носочке. На носочке. Вот. Колено здесь. Видите, в воздухе? Он заворачивает свое тело сюда. Видите, у него раскручивается полностью касаемость. Отсюда переносит. И носком касается пола. И вот такое упражнение очень серьезное. Раз. Пришел. Два. А ты сделай это на шарике. Три. 15 набираете в одну сторону. 15 в другую. Заходите. Бросок. Тебя здесь держит. Ты все равно хоть или передашь, или бросишь. За счет вот этого упражнения. И на самом деле здесь работает все тело в статическом напряжении. Это кальция. Вот дома попробуйте сделать. После того, как вы сделаете небольшую серию, вот это. Вы почувствуете, как у вас будет работать стабилизатор. Да, и поменяли ножку. Ну, слава, давай. Ну. Ну, вот. И плавно, да. И мяч должен удерживаться. Вот. Вот это упражнение, кстати, кросби делает сейчас. Вот это такое упражнение, видите? И как только дети здесь научились, допустим. Кто-то, не все же, да, тренируют там МХЛ, КХЛ и вышку, правильно я так понимаю? Есть кто-то с детьми работает. Детям даем все то же самое. Только это как подводящее. Потом уже пошли сюда. А некоторые здесь и это будут делать. Раз, сделали здесь, два, три, все, понеслась. Они все умеют. То же самое. Да. И еще одно. Вот здесь. Слава, прими упор лежа и встань вот здесь, держись носочками вот здесь за шарик. Да. Поймай баланс. Да. Теперь смотрите, видите, он стоит ровно. Уходи попой вверх, до самого верха. Уходи, уходи. Оп, и кроссовки пришли, видите? Вот, низ задействовано. И опять ушел. И на выдохе вверху. Да. И опять сюда. Вот движение. Очень серьезное упражнение для стабилизатора. И такое я вам показываю. Более-менее. Да, молодец, Слава. Вот так если 30 раз сделать, нам все тело отвалится. Ну, попробуй сделай, молодежь. Но. Ну, не спишь. Главное, поймали баланс. Упражнение все выполнять тогда, когда вы себя начинаете комфортно чувствовать. Чувствующий, я уже встал. Все, у меня не колбасит. Все, и поехал. Что молодой, еще старый, должен делать одинаково. Такое, да? Пойдет. И в конце обязательно, ребята. Вот. Есть такое. Раньше было в старину, при Советском Союзе. Кто держит уголок, грубо говоря, 15 секунд. Да. Полтора, пресс хороший, да? Если есть где-то турничок или какая-то перекладина, значит что? Дети, если сказать им задание, и КХЛ, и МХЛ, кроссовками достать до турника. Вот так вот. Раз, спокойно. Тяжело будет доставать. Сделали вот так, ножки крестиком и 90 градусов. Видите мои локти? И я прихожу к ним, вот, коленями. Обязательно в конце всех прессовых упражнений на растяжку даем. Вот, и пошли работать. Вот. Если так будете делать, раз, 30-40-50, а если с преминами, можно сильно пресс не качать еще. Так, ну, это на нашем разминке было. Так, теперь мы все убираем вот эту трассу. И немножко покажу вам скорость на силовую работу. У нас как раз получается возраст от 14, и он до 20 лет. Да. Так. Вон туда на старт, у Оскар 1. Сейчас мы пройдем такую скорость на силовую работу. А? А, я забыл вам. Хорошо, что напомню. Значит, на пах, который в начале тренировки я вам говорил упражнение. Смотрите. Если здесь положить вот такой, как сказать вам, матик, либо сферу, ну, барьер этот поднимается, чтобы было 90 градусов, и прыгать на сферу, это очень трудно. Детям сфера даем, взрослым, чтобы они привыкли к тому, что делают. Вот. 90 градусов. Просто перенос. Здесь. Оп. Раз. Два. Три. И поехали работать. По 20 секунд, по 15. Сделали. А если делать вот на этой подушке рядом положить, это еще в два раза труднее, и все развивается еще в два раза лучше. Голеностоп, икроножные мышцы и паховая. Вот делаем. 15-20 секунд. Сделали. Да. Поменяли другую ножку. Поехали. Да. Тоже поставили здесь барьеру. С двух сторон. 20 человек сразу уже задействуем. Вот. Сделали. Второе упражнение. Смотрите. Заносим вперед, как барьеристы. Вот. Но кроссовок, видите, идет. Не вот так. Некоторые делают. А вот он идет. Вот. И движение. Прыгаем. И сюда пошли. Поехали. Раз. Десять сделайте. Потом в другую сторону. Поехали. Вперед колено. Вот. И у кого даже, заметьте, будет координация не очень, они будут либо вправо, либо барьер с шибать. Теперь другую сторону. Когда по 30 секунд засекаешь, поверьте мне, 4 подхода таких делают. Назад рейд. Ого. Здесь чувствуется все. Да. И теперь в обратную крутим. Вот. Пяточка у нас назад уходит. Оп. Оп. Поехали. Да. Это. Я к чему говорю? Что вот эти хождения тоже иногда вот это включается. Да. Да. И поменяли. Вот. Все. Теперь поставьте барьерчики на то место, где они стояли. Поняли, да? Ну, всегда, ребят, когда что-то давать кому-то, начиная от детей и КХЛ, проверьте все на себя, как оно действует. Тогда вы поймете. А когда тупо, а я посмотрел, а я сейчас дам, все будет хорошо, сперва все, проверьте на себе. Чтобы вы почувствовали, что это такое. Так, сейчас мы проведем такую небольшую скоростно-силовую работу с верхним плечом пояса, с ногами. Вот сюда нам мячико надо поставить. Это можно давать и взрослым, и детям. Все зависит от того, от подготовки. Так, вот здесь будет мяч. Здесь мы будем его выбрасывать с хоккейной стойки. Вот ваша задача. Это последнее упражнение из нашей всей трассы. Вот мы держимся, хоккейная стойка. Вот здесь нам включаются ноги на носки. Выбрасываем. Оп. И отсюда пять. Раз. Мы хотим потолок пробить. Два. Вот, выбрасываем. Вот такое упражнение мы. Понятно, да? Пять раз. Здесь мы будем бежать с крестным шагом. Вот, встали, хоккейная стойка. На каждый удар мы заходим на вершину ногой. Вот движение. Работают руки, ноги, голова. Да. Здесь попеременно левая, правая рука. Опять, смотрите. Вот. Оп. Да. С крестным. Разогнался. Раз, два. Три, четыре, пять, шесть. Убежал. Забегание. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мяч. А, подтягивания, да, забыл. Три подтягивания. Раз. И сильнее, сильнее. Потолок пробиваем. Два. Мяч увеличивается. Вот, смотрите, работают ноги, ягодицы, спина, плечи. Упал. Поскользнулся, взорвался и убежал. Вот, да. Можно, можно. Просто если будет вес большой, это мяч еще не тяжелый. Например, Капска, там мячик весит в районе 40-50 килограмм. Да, если его ловить снизу, то не каждый поймает. Значит, упал, подхватил и опять бросил. Все зависит от того. Этот можно ловить. Раз. Ты поймал, сопроводил. Опять. Раз. Можно. Будет больше, уже не поймаешь. Кисти не выдержит, проскользит. Первую смену выпустил. Вторая пошла играть. Третья. Четвертая. И всегда стройте ОФП. Не знаю, как было раньше. Как где-то сейчас, тоже не могу сказать. Каждый тренер – это индивидуальность. Каждый тренер, как говорил Тарасов, он всегда что-то планирует и что-то импровизирует. Не бойтесь импровизировать. Да, это раз. Во-вторых, мой, как бы вам совет, стройте ОФП в районе тоже трех периодов. И так 6-7 подходов, чтобы было. Первый отыграли, второй и третий. Тогда они будут готовы, чтобы мы готовы и в третьем, и во втором, и в первом. Они тупо там пришли, поделали что-то и шли. Он должен быть заряжен даже на овертайм. Потому что есть специальные кардионагрузки. Если он не выдерживает 24 раза, ему на лед можно не выходить. Его просто обгонят везде. Есть специальные тесты. Конечно, было времени побольше, я бы вам рассказал еще. И ты смотришь здесь уже по этим. Успевает он или не успевает. Кто-то делает минуты 15, а кто-то за 32 секунды прошел. Ага, Саша, у нас в порядке. А Лася отстает, значит, заберут шайбу. Делаем, значит, еще. А пока они делают, вот сделали такой силовой подход, да? А потом уже немножко, будет чуть-чуть по-другому. И так чередовать надо. Вот. Да. Вот. Давай-давай-давай. Чем хороши эти барьеры, что не травмируешься. Но они дорогие. 5701 стоит. Детям все то же самое можно делать. Ставятся барьерчики маленькие, перепрыгивают. Разницы нету никакой. У американских и канадских хоккей все делают все одинаково. Просто веса планируются и техника другая. Но, мой совет, от 6 до 9 лет, если кто-то с детьми работает, это ловкость. Это ловкость. Гимнастика, координация, гибкость. Пока они будут владеть своим телом, к отягощениям никаким не переходите до 14-15 лет. Они должны технически исполнять с палочкой какое-то упражнение. Взять со штанг и навык с палочкой. Только тогда. И после того, как спина будет укреплена. Если человека сразу загрузить, его можно поломать. Вот шел мальчик, хороший был в России, все видели. А потом раз, за две недели загубили, мальчика не видно. Такие случаи уже были. Понятно, да? Вот у нас Александр готовится попасть куда-то. Тоже начинает работать. Я говорю, поучаствуй с нами, хоть попотеешь. Хорошо. Что? Саня говорит, хоть жирка сгоню немножко. Да. Ну. Сейчас, видите, вот такую серию вы прогнали силовой. Я к чему буду? Я буду ходить и говорить. А сейчас уже на быстроту. Сейчас будем бежать со своим телом. Все быстро делать. Вот. Значит, да. Да. Александру поставлю за скорость. Я его четвертое звено переведу. Да. Видите, он не успевает к нашим спортсменам. Да. Да. А там на канандах, влево, вправо. Броски. Ты сейчас отсюда стартуешь. Да. Да. Сейчас, смотрите. Взятие штанги на грудь. Это тоже дает взрыв и старт. Но здесь уже мы прыгать не будем. Ну, а не увидите, что будет делать. Приготовились. Оп. Пять повторений. Два. Три. Четыре. Пять. Вот. И здесь коньковым, да. Здесь броски. Имитация бросков. Удобно, неудобно. Нет, имитация бросков. Ну, ладно. Давай. Давай, 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 давай. Вот, хорошо. Два, три. Когда идет анаэробная, анаэробная работа, избивается дыхание, очень трудно делать. Не думайте, что так просто. Да. Еще два хлопка и пять раз ржаться. И после этого еще бросаешь, а тебя забираешь шайбу, а ты должен еще догнать и ускориться. Можно, нужно даже. Вот здесь первое, ты ногами срабатываешь, а в конце спина у тебя вылезет. Вот. Да. Туда, да. Чтобы на носки даже выходил. Просто еще сейчас им поставить мячик 30-ку, вот это и произойдет. Просто это легкий мяч. И всегда, видите, я всегда даю акцент. Руки, ноги, руки, руки работают. Не будет скорости рук, не будет скорости ног. Вот. И здесь у них немножко ошибка. Они широко бьют. Вот задача. Смотрите на меня. Таз должен на месте остаться. Вот. Вот движение какое должно. Да. Давай, пошел маленький, потихоньку работай. Один проходит, следующий начинает. Один проходит, следующий начинает. Вот, видите, поставлена была техника неделю назад. Мальчик, 14 лет, работает с грификом уже спокойно. А не поставишь технику, нельзя вообще давать это все. Иначе травмируется. Вот. И опять-таки, когда идет прием мяча, обратите внимание, не вот, не горбатая, а вот вы. Вот. Вот. Вы должны чувствовать все время пятки. На носки не наклоняться. Вот, хорошо. Видишь, у него вес маленький, мяч, ему уже приходится ногами выталкивать. Еще даже надо ниже просаживаться. Ниже 90, чтобы полностью ноги срабатывали. Что такое есть? Слово такое есть. Чистинг. Вы сами в себя крадете нагрузку. Глубо говоря, кто-то вот отсюда выкидывает, вот, просто. Это что? Это 20% использования своего тела. А кто-то вот отсюда. Он использовал все 100. Значит, попа сработала и ноги, все сработало. Да. Нет, сейчас будет во второй серии делать. Сейчас здесь, ребят, чтобы не тупили. Да. Хоккейную стоечку вы выдерживаете. Вот. И отсюда, вот. Канаты выше глаз ваших летают. Вот. И вы должны остаться на месте. Опять пошли работать. Плечевой пояс. Да. Ноги, спина, руки. И прыжки уже другие пошли. Раз. Ушел. Боком. Раз. Ушел. Вот. Все, поехали. Поверьте мне, если команда отыграет так два периода, то это дорогого стоит. Но это нельзя давать сразу, что пришли в команду давать. Втягиваю еще все должно быть. Знаешь, половина инвалидов приходит. Потихонечку к этому, ко всему подводите. Да. Все, пошел следующий. Вот. И выдерживаем паузу. Первое звено. Второе. Третье. Четвертое. Семь раз прогнали. Первый период отработали. Три минуты перекур. Заливка. Второй круг. Третий. Заливка. Овертайм. Чуть другая работа сменили. Все. А где заливки там дать им побольше времени перерыва? Нет, заливка. Это они воды попили и лицо помыли. Две-три минуты. Все, вот с такой работы. Не то, что там 20 минут они будут отдыхать. За 20 они уже домой пойдут. Все. Три минуты после шести подходов. А вот сейчас он сделал. Вот он сделал. Он ждет следующего звена. Первое, второе, третье, четвертое. Ты их делишь на четыре звена. Да. Три минуты где-то у него получится. Две с половиной, 2,75, 3,20. Кто как пробегать будет? Кто-то пробежит за 32 секунды, кто-то в 45 уложится. Да, шесть серий делаешь. Все. Первый период играли. Семь даже надо делать. Таких будет три. А как ты думал? Поэтому так играете. Не можешь себе мир выиграть. И ты будешь готов. Когда ты выходишь на лед, ты знаешь. Я провел работу такую же самую, как я должен провести на льду. Как я могу опозорить? Не могу. Что я должен бежать? Я должен делать. А когда ты здесь провел пол периода, там период один. Все, жопа. Надо детей уже с детства настраивать на то, что они будут отрабатывать. Что здесь. И каждое упражнение должно. Кто-то выходит на лед. Даже есть любовь. КХЛ. В любой команде. Выходит. Кто-то упражнение делает на 100%. Раз. Ушел. Два. Тренер радуется. Классный парень. А кто-то прокатывается. Оп. Вроде же делает тренировку, но прокатывается. Все то же самое делает. Точно это вылезет потом на лед. Понимаешь? Тот выходит и на 100% вылаживает. А тот вышел. Вот так и выходит. Всегда заострите внимание, что работа должна быть. Если вы пошли на... Куда бы вы ни пошли. Даже если в игровом цикле вы играете. Работа трех периодов. Вы должны отыгрывать три периода. Всегда. И плюс овертайм. Чтобы дети были заряжены. А то говорят, вот в первом побежали, во втором были неплохи. А в третьем сели. Такого не должно быть. Они садиться не должны никогда. Они должны все время бегать. Все. Подсели. Значит что? Тренер по ФП виноват. Правда, да? Ну такое бывает. Ну примерно так. Поэтому если кто-то хочет... Вот если есть у кого-то беговая дорожка. Есть у кого-нибудь в клубах? Да, да, есть. Есть. Значит есть такая специальная работа. Она что детям. Только там нагрузка чуть меньше, скорость меньше. Вот сейчас я вам покажу. Так. Оскар иди сюда. Здесь будет стоять 6 танцев. Принеси гантельку. Одну просто гантельку. Так. Вот здесь будет стоять мячик. Это для детей. Если есть беговые дорожки, значит смотрите. Проведите такой тест у себя. Вот приедете и проведите такой тест. Называется специальная работа хоккеиста. Это анаэробная, саэробная работа. Знаете, смотрите. Если взрослые хоккеисты, мхл, вхл и выше. Вот он 15 секунд я засекаю. Вот он берет гантелю. И не то, что там у него там 10 килограмм. Если он весит сам 90. А гантеля у него в руках должна быть килограмм 24. 30. Вот он. 15 секунд он ее делает рывковое движение. Вот. Пошел. Я засекаю. Вот он работает 15 секунд. Да. Если 5 дорожек, сразу вся пятерка работает. 15 секунд прошло. Сразу на дорожку бегом. Оп. И скорость 30 секунд. Он держит 20. 30 секунд. Да. Стоп. Здесь прошло 30 секунд. Значит там 15, здесь 30. Сменка, правильно? Он вышел на лед. Логично, да? Второе звено. Точно так за ними. Вторая пятерка делает. В сезоне отдыхаете. 2,5-3 минуты после того, как прогнала третье звено. Три минуты отдыха. Молодые если выполняют. Я сейчас объясню к чему. Вот это они должны сделать. Вот это они должны сделать. Но упражнения разные там будут. Вот стоит 6 станций. Взятие на груз. Рывок. Отжался с хлопками. Со штангой выбран. Но бежать здесь все время 30. И держать все время 20. Кто держит 22 вообще уникально. И когда они вот это через 2 минуты опять, через 2 минуты опять сделают 21 раз. 21 раз. То я за него уверен, что он в сезоне будет просто курить бамбук. Вот это такая работа должна быть. А бегать кроссы бессмысленно можно раз в 7 дней. Десяточку пробежать. Птищик послушать. А вот это потом взять парня, который это не делает. И пусть он это сделает. Вон там ведро стоит специально для него. Вот и все. Вот вся работа. Дети делают то же самое. Взял упор лежа. Принял мячик. Одна рука на мячике. Одна на этом. И усложняем им. Отжался. Перекатил. Вот 10 секунд поработал. Побежал 20 секунд. Вот. Потом отжался от сферы. Взорвался с локтей. И придумывается разное для детей, чтобы не было у них нагрузки на позвонок. И то же самое он побежал. И все. Вы ставите 6 станций. Все. И по двойкам запускаем. То есть 5 человек. Поехали. 5. 5. 5. Все. Вот. И побежал. Вот. Стоп. Таким образом он привыкает к работе. Вот он вышел на лед. У него борьба у борта. Все. Его гасят там. Все. Толкает. Вот он сражается там. А потом он вырвался и побежал. Все. Обгонять. И все. И он привыкает к этому опять в районе трех периодов. Когда он 21 раз так делает, он там вообще не устает. Ну вот скажите мне, делал кто-нибудь такую работу или нет? Вот это вам маленький секрет. Ну вот так вот. Ну и после этого всего не забывайте. Ляжьте там и на растяжку.